Пройти техосмотр через ВОЦА больше не получится. Комитет транспорта запретил использование программ, которые допускали такую форму проверки. Поэтому теперь из 600 операторов техосмотра 160 уже не смогут оказывать услуги. Ну а поводом для ужесточения стали выявлены во время проверок нарушения. Получить техосмотр сейчас можно даже не выезжая из дома. Процедура давно стала условной. Поэтому ранее антиокрупционные службы даже предлагали вовсе ее отменить. Они выяснили, что диагностическую карту легко получить, отправив в фото автомобиля и заплатить в среднем 6000 тенге. Но в комитете транспорта считают, что техосмотр нужно оставить для всех. Тем не менее, критика стала поводом для большой проверки. Промониторено более 4000 диагностических карт. По ним выявлено более 1000 нарушений, таких как вырезка и ставка фотографий транспортного средства. Выявлено 84 подделки диагностических карт. Составлено 26 административных материалов. Технические решения несовершенны. С начала этого месяца таких предпринимателей исключили из единой программы техосмотр, которую разработала АОНИД. Эта нацкомпания отвечает за все информсистемы госорганов, включая ЕГОВ. И за каждый техосмотр получает маржу. Они почти ничего не забивают автораспознания ГРНЗ. Все неохватимые данные подтягиваются с Министерства внутренних дел и Комитета транспорта. А вот как коллега сказал, одна машина в год платит 60 тенге. Разработчики считают, что в ближайшее время цена на техосмотр повышаться не будет. Но при необходимости развития системы, в том числе и для выявления поддельных документов, повышение стоимости не исключено. Зарина Беремкул, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Нур Султан.